Огромные потери, невосполнимые для всех нас. Страшное политическое убийство, преступление государственного масштаба, огромная боль, шок, страх. И всего, что мы хотим и всего, что мы требуем, чтобы убийцы и заказчики были найдены. А как оппозиционное движение теперь себя будет чувствовать без него? Позиционное движение не сможет восполнить потерю Бориса. Он был абсолютно незаменим. Он был настоящий лидер и заменить его невозможно. Но мы будем продолжать борьбу за свободу. Ушел прекрасный, легкий, счастливый, веселый человек, который воплощал, вот в этом, так сказать, нашей общественной атмосфере, был воплощением, так сказать, живого. Вот, я уже написал, что, я не знаю, кто его убил, но его убили мертвецы, которые искренне ненавидят все живое. Это огромное просто личное горе, потому что я Бориса знал, мы были с ним в одном движении «Солидарность» на протяжении пяти лет. И он был очень хорошим, он был добрым, незлопамятным, удивительно вот таким ярким человеком, ну, самым живым. И, ну, просто вот какая-то часть мира, сейчас моего личного мира, она рушится вместе с немцом. Он мне помог выборы выиграть первое. То есть он был просто очень-очень хороший человек. Он у меня остался именно таким. Я просто раздавлен лично вот этим, тем, что произошло. Все очень хотят много хорошего сказать. Мы любим о покойниках говорить хорошо, либо молчать. Но здесь уже ничего не скажешь. Вот тот, кто совершил это подло убийство, подонок, мерзавец, даже не хватило выйти просто напрямую, да, как мужчине, может быть, разобраться. Мне бы очень хотелось, чтобы нашли убийцу, потому что многие сейчас говорят о бесшабашности Бориса, о каком-то вот таком вот открытости, может быть, легкости. Ну, российскому человеку это всегда было присуще, русскому человеку. У Бори была замечательная такая, знаете, необидчивость. Это вот редкий человек, который долго не мог обижаться. Он замечательный был переговорщик. Да, иногда эмоциональный. Но, знаете, с такими легче, которые открыто все говорят, чем те, которые с камнем за спиной идут сзади тебя. Поэтому, извините, мне сегодня не очень легко говорить. Я очень горюю, очень горюю сильно. Понимаете, говорить даже тяжело. Я понимаю, госпожа Хованская, вы работали в Государственной Думе с ним много лет. Ну и после того, как он перестал быть депутатом, все равно с ним встречалась. Вы уже побывали там, да? Да, я побывала, поэтому я в таком состоянии тяжелым. Вы знаете, он был эмоционален, честен, умен. В общем, конечно, вот не должно было так случиться. Понимаете, он должен был жить и служить России. Потому что он Россию, Родину свою очень любил. Сегодня о нем справедливо говорят, как о выдающемся политике. Я думаю, что таких политиков в реальной жизни в России, к сожалению, не осталось. Он был единственный такой идеалист. Человек, верящий в добро. Несмотря на то, что к нему относилась жизнь очень жестоко. Он еще был очень ранимый. И я, как близкий человек к нему, мог быть тому свидетелем. Если кто-то думал, что это проходило бесследно, и он скрывал это за всегдашней своей веселостью, все эти гонения и преследования его, то это не так. Как вам кажется, кому это вообще может быть выгодно? Зачем это все сделать? Я уверен в том, что это следствие той атмосферы войны, ненависти, человека ненавичничества, и особенно ненависти к инакомыслию, которую, собственно, представлял Борис, которая воссорилась в нашей стране. Думаю, что это прямое следствие. Кому это выгодно? Не знаю, кому может быть выгодна обстановка войны и ненависти в нашей стране. То, что произошло, само убийство, конечно, это очень тяжелое впечатление на всех оказывает, кто живет и в Москве, и в России, кто не знал Немцова, потому что такие яркие люди, живущие ради страны, они, конечно, не должны умирать. Маскеда ненависти, которая нас окружает сейчас, собственно, и послужила, мне кажется, на самом деле спусковым крючком убийства. Поэтому надеюсь, что, надеюсь, хотя бы об этом кто-то задумается. Несколько слов о нем, о Борис Ницовой, который вы нашли. Это очень, я хорошо узнал, он был фермиально честный, порядочный, очень смелый, потрясающей харизмой. Он вообще был абсолютно замечательный, редкий парень. Конечно, когда в центре города гибнет, когда в центре города убивают видного политического деятеля, во-первых, просто это страшно, это ужасно. И в этой ситуации самое главное для меня было приехать по-человечески к людям, которые мне близки, чьим мнением я дорожу, а побыть в этот день с ними. И, конечно, сейчас Россия в первую очередь, и, конечно, Европа, все заинтересованы в том, чтобы было расследование, чтобы расследование было не только результативным, но что оно было абсолютно прозрачным и для всех понятно. Вы специально приехали на похороны Бориса Немцова? Да, конечно. Вы знаете о том, что некоторых ваших коллег из западных стран не пустили в страну? У вас не было с этим проблем? Они не пустили представительницу Латвии, депутата Европарламента Санру Калнет. Мы летели одним рейсом, она не прошла на черном списке. Но в этой ситуации, я думаю, даже если человек по каким-либо причинам включен в черный список, человечнее было бы разрешить проститься.